Здравствуйте, друзья! С вами Виктория. Сегодня приготовим вместе шоколадный крем для торта. Шоколадный крем получается очень нежный, вкусный, эластичный. Он очень прост в приготовлении и прекрасно подойдет для прослойки ваших тортиков, для прослойки коржей. Для приготовления нам понадобится всего два ингредиента. Это сливки минимум 30% жирности и черный шоколад. В небольшую кастрюлю наливаем сливки. Ставим сливки на огонь. Количество нужно брать в равных пропорциях. 400 миллилитров сливок и 400 грамм черного шоколада. Доводим сливки до закипания, но не кипятим. Заливаем сливками заранее подготовленный шоколад. Берите сразу емкость побольше, потому что в последующем мы будем шоколад со сливками также взбивать. Шоколад со сливками накрываем крышкой и оставляем на 2 минуты. Затем открываем и начинаем перемешивать интенсивно. Вот так в середине перемешивать силиконовой лопаткой, либо деревянной лопаткой, но и ни в коем случае не венчиком. Перемешиваем до полного растворения шоколада. Если вдруг у вас шоколад полностью не растворился, то его можно поставить в микроволновую печь и короткими импульсами довести до полного растворения. Растопленный шоколад со сливками накрываем пленкой в контакт и убираем в холодильник минимум на 2 часа. Я для быстрого остывания ставлю шоколад в емкость с ледяной водой и убираю в холодильник. А лучше, если он простоит в холодильнике 4-5 часов до полного остывания. Затем достаем шоколад, убираем пленку и будем его взбивать сначала на средних скоростях в течение 2 минут, а затем увеличиваем скорость и взбиваем еще 2 минуты. Доза густения и масса должна посветлеть. Вот видите, как шоколад начинает светлеть, остаются вот такие следы, значит шоколад сбит. Посмотрите, какой красивый и пышный он у нас получился. Такой крем или также его называют шоколадный ганаш подойдет отлично для любых бисквитных тортов. Перекладываем его в кондитерский мешок и смазываем наши коржи или просто вот так, как я. Я смазываю без кондитерского мешка. Получается очень-очень вкусно. Надеюсь, этот рецепт вам придется по вкусу. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне свои комментарии. А я всем желаю приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами!